Привет, я Олеся Медведева, вы смотрите новый выпуск Ясно Понятно блога на канале Страна Юэй. Буквально недавно СМИ обнародовали расследование об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Авторами стали представители Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и CNN. Ранее Bellingcat и The Insider писали статью про ГРУшниках Баширове и Петрове, которые якобы применили яд-новичок в отношении Скрипалей в Великобритании. И нынешняя публикация очень похожа по формату изложения. Журналисты на основании биллингов телефонов делают вывод, что Навального попытались убить 8 служащих секретного подразделения ФСБ со специальными знаниями в области химии и медицины. Они, эти люди, прикреплены к сверхсекретной лаборатории. В расследовании указывается, что произошедшее в Томске – это уже вторая попытка отравления оппозиционера. До этого на него якобы было совершено покушение в Калининграде. Тогда ухудшилось самочувствие его жены Юлии. Правда, не совсем понятно, как столь секретные и крутые службы не смогли аж трижды, получается, закончить дело с отравлением Навального и его супруги, причем на территории самой же России. Также весьма интересен контекст выхода этого материала. Ровно через три дня после возобновления постройки газопровода «Северный поток-2», а также за несколько дней до ежегодной пресс-конференции Путина. Состоится она, я напомню, 17 декабря. Давайте, в общем, разберем подробнее это расследование и проанализируем его. Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. Итак, начинается расследование с рассказа о неком секретном подразделении ведомства, действовавшего под прикрытием Института криминалистики ФСБ, он же НИИ-2 ФСБ или ВЧ-34435. Указывается, что данная НИИ сыграла ключевую роль в расследовании всех крупных инцидентов в постсоветский период, таких как взрывы жилых домов в 1999 году, катастрофа в подводной лодке, Курс, захват заложников в Беслане, Норд-Ост, взрывы в метро в Санкт-Петербурге. И авторы рисуют это подразделение ФСБ как некий, знаете, такой эзотерический клуб. Мол, оно умеет определять рост и образование подозреваемого по, внимание, звуку голоса, по его образцу, а также знает обстоятельства последних дней жизни Иисуса Христа. Полоний, который был использован для убийства бывшего ФСБшника Александра Литвиненко, в 2006 году в Лондоне тоже был взят якобы в этом НИИ-2. Сверхсекретное подразделение это находится в Москве и Московской области. Авторы показали фото одного из комплексов этого НИИ и утверждают, что именно там работают эти восемь сотрудников, которые якобы травили Навального. У всех них есть медицинское образование и опыт работы с химическим оружием. Фамилии некоторых авторы этого материала говорят, что оригинальные, а у других же псевдонимы. В общем, всех их вы можете видеть на экране. Авторы расследования якобы получили биллинг 12 телефонов сотрудников ФСБ, в том числе и этих оперативников. Обращение к датам разговоров и геолокациям Google Card и есть, собственно, основа этого расследования. По версии западных СМИ руководил этой спецоперацией Станислав Макшаков. Он постоянно созванивался и переписывался с подчиненными. Он работал в Институте технологии органического синтеза, который проводил разработки новых форм химического оружия. До официального прекращения подобных программ в России в 2017 году. В поездку в Новосибирск и Томск следом за Навальным отправилось еще три сотрудника. Они пользовались другими телефонами, поэтому точное их передвижение установить не удалось. Но два раза за поездку один из этих ФСБшников все-таки включал свой телефон рядом с гостиницей в Новосибирске, где бронировала номер соратницы Навального Мария Певчих, а также недалеко от отеля, где находился и сам Навальный. После сообщения о том, что Навальный жив, все эти трое сдали свои билеты в Москву и поехали в Горноалтайск. Туда же к ним из Москвы отправился еще один ФСБшник Таякин. Съемочная группа расследования CNN пришла домой, к Олегу Таякину. На вопрос корреспондента Кларисы Уорд «Это ваша команда отравила Навального?» Мужчина захлопнул дверь и закрыл ее на замок. Расследователи полагают, что после отравления Навального оперативники отправились в Институт проблем химико-энергетических технологий в ближлежащем Бийске, где у НИИ ФСБ налаженные отношения, чтобы избавиться от одежды со следами новичка. Во время поездки оперативники связывались по телефонам с директором Института криминалистики генерал-полковником Кириллом Васильевым и замдиректора научно-технической службы ФСБ генерал-майором Владимиром Богдановым. Кроме того, Макшаков звонил Олегу Демидову, специалисту по химическому оружию, который занимался новичком. Расследователи пишут, что в Томске на самом деле была уже вторая попытка отравления Навального. За два месяца до этого те же сотрудники совершили покушение на него, но в Калининграде. Тогда пострадала жена, политика Юлия. Об этом покушении на Юлию Навальную, ну, с ее слов, рассказывается так. Я просто шла по улице, чувствовала себя совершенно нормально и внезапно почувствовала себя плохо. Потом очень плохо, потом так плохо, как никогда в жизни. Себя не чувствовала. Алексей спрашивает, что у тебя болит, чем тебе помочь? А у меня ничего не болит и я сама не понимаю, что происходит. Он принес мне воды, я пошла в номер обратно. По дороге присела на лавку и уже с трудом с нее встала. До номера еле добралась, хотя это было метров 300. Легла в кровать, это было просто ужасно. Через час стало легче и я заснула, а утром все было совершенно нормально. Также в этом расследовании указывается, что как раз в это же время в Калининград прилетели не только те самые 8 оперативников, но и их начальство. К слову, во время той поездки в Калининград в начале июля, когда Юлия Навальная, оказывается, была на грани жизни и смерти, Алексей публиковал романтичные фотографии с курортными подписями. Поймите меня правильно, я на 100% приветствую песню «Черные глаза», «Шаурму», «Трубочки со сгущенкой», «Шашлычок», «Коньячок» и все эти прекрасные вещи, которые дарит нам Черное море. Но все-таки в очередной раз убедился, что я человек скорее северный. И сердечко мое с пляжами, где мало народу, никто не кричит и все сдержаны. Холодная вода, дюны, такой ветер, что всех нафиг сдувает, Балтика, любовь. В общем, до нынешнего расследования о попытках отравления жены Навального Юлии в Калининграде ничего не было известно. Этот материал Bellingcat и соавторов наполнены датами, а также временем. Когда, куда, летали, ездили, ходили, звонили сотрудники ФСБ в Томске до и уже после якобы отравления Навального. Материал Bellingcat и соавторов наполнен датами и временем, когда, куда, летали, ездили, ходили, звонили сотрудники ФСБ в Томске до и после того якобы отравления Навального. По сути, покушение убийства в этом расследовании есть такой абзац. Однозначного ответа на вопрос, каким именно образом был нанесен яд, однако они хорошо сочетаются с прежней гипотезой The Insider о том, что новичок был нанесен на нижнее белье, которое оппозиционер сдавал химчистку гостиницы, вещи из химчистки отеля принесли именно в тот момент, когда Навальный ходил купаться. Кроме Bellingcat, Шпигеля, CNN и Insider свою лепту в историю с Навальным внесла британская газета The Times. Ее журналисты 12 декабря сообщили, что новичок попал на одежду или же на нижнее белье оппозиционера в то время, когда он был в Томске. Возможно, отравители побывали в его номере. После того, как Навальный выжил, по версии The Times, его пытались уже дотравить перед эвакуацией из Омска в Берлин. Для этого сотрудники ФСБ проникли в местную больницу. Далее The Times пишет, что впоследствии сотрудники спецслужб даже создали специальный штаб в кабинете главврача больницы. Но почему не убили Навального в Омской больнице, где все якобы было схвачено, не уточняется. При этом указывается, что Навального в обоих случаях спасло введение атропина, выступившего как антидот к яду. Но стоит отметить, что атропин Навальному ввели как раз такие врачи Омской больницы. Они-то и спасли жизнь Алексею, после чего он отправился в Берлин с разрешения, кстати, российского руководства. И это не сильно как-то вяжется с версией о руке Кремля, которая якобы управляла отравителями. Расследование о самом себе прокомментировал и Навальный, который до сих пор находится в Германии на реабилитации. Оппозиционер заявил, что его отравители это не ФСБшники, работающего на заказ олигарха и чиновника, которых он обидел своим расследованием. Целый департамент ФСБ под руководством высоких начальников в течение двух лет ведет операцию, в ходе которой несколько раз пытаются убить меня и членов моей семьи, получая химическое оружие в секретной государственной лаборатории. Далее Навальный делает вывод. Конечно, операция такого масштаба и такой длительности не может быть организована никем, кроме как главой ФСБ Бортниковым. А он бы не осмелился сделать это без приказа Путина. Ну и традиционно Алексей записал видеоблог на эту тему, где сказал, что он все знает, дело раскрыто. Интересно, что в этом своем расследовании Навальный приводит факт, что следивший за ним сотрудник спецслужб Владимир Паняев якобы был записан в телефонных книгах других людей совершенно открыто, как ФСБ Владимир Александрович Паняев. Если это секретный сотрудник, то ну что-то здесь не складывается, какая-то получается деконспирация. Далее, 15 декабря в эфире радио «Эхо Москвы» Навальный заявил, что подает заявление в Следственный комитет ФСБ России. Я открываю Уголовно-процессуальный кодекс и я дохожу до статьи «Сообщение о преступлении». В соответствии со статьей Уголовно-процессуального кодекса мы делаем сообщение о преступлении, которое будет оправлено в СК и ФСБ. Вы можете смеяться сколько угодно, но другой процедуры здесь не существует. Ну, друзья мои, а теперь что же становится понятно из этого расследования? С одной стороны, материалы западных СМИ пестрят подробностями дата, время, звонок этому, звонок тому, фамилии, даже фотографии вероятных сотрудников спецслужб. Другой вопрос – их реальная роль в истории с Навальным. Объективно проверяемых доказательств или каких-то других прямых улик в расследовании нет. В целом же журналисты предлагают им поверить на основе косвенных доказательств совпадения места и времени пребывания сотрудников ФСБ и Навального. Правда, определить достоверность этих данных также не представляется возможным. При этом очевидно, что западные спецслужбы, которые, конечно же, консультировали авторов этого расследования, вполне могли предоставить им реальные данные сотрудников ФСБ. Имена, фотографии, место службы. При этом сам Навальный говорит, что эти данные были предоставлены как раз источниками в российских спецслужбах, что, в принципе, добавляет материалу достоверности. Но пока никак не доказывает связь этих людей с отравлением Навального. И даже наоборот рождает многочисленные вопросы, главные из которых – как такая армия высокопрофессиональных специалистов? Из суперсекретного ведомства, почти мистического НИИ, не смогла после нескольких попыток довести до финала отравления Навального и его супруги. Тем более, если это произошло, ну, как считает оппозиционер, по личному приказу Путина. Конечно же, важен и контекст, в рамках которого вышло это расследование. Три дня назад, после длительного перерыва, восстановили строительство Северного потока-2. Об этом у нас есть целый, ясно-понятно, блог, можете пересмотреть. Осталось там проложить менее трех километров трубы, на самом деле. В США принимают военный бюджет с санкциями против этого проекта, но Трамп на него обещает наложить вето. А теперь вышло расследование по Навальному, которое напрямую обвиняет ФСБ в отравлении оппозиционера. Помните, как сразу после госпитализации Навального в Германии пошли разговоры о приостановке все же Северного потока? И тогда канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не исключены и санкции против Москвы по этому поводу, по поводу Навального. В том числе и по линии газопровода. Ту же позицию озвучил и глава немецкого МИДа Хайко Маас. Но санкции так и не ввели на политическом уровне историю, вроде как удалось погасить. Во многом за счет того, что вина российской власти в этой истории так и не получила каких-либо четких доказательств. Однако ситуация все равно оказалась подвешенной и поток не продолжал строиться. И вот когда прокладка трубопровода продолжилась, ведущие западные СМИ начинают новую информационную кампанию по теме Навального. Причем с очевидным посылом о роли ФСБ в его отравлении. Масштаб кампании виден по количеству вовлеченных СМИ. Это как минимум пять изданий, среди которых ведущие медиа в Британии, США и Германии. И пока непонятно, возмеют ли эти публикации какие-то политические последствия. И остановит ли Германия достройку Северного потока-2. Но данный материал явно сделает более интенсивными разговоры о новых санкциях по линии США и Британии. Ну а мы посмотрим, как оно будет все на самом деле. На этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно-понятно, блог на канале Страна Юэй. Не забывайте подписываться на наш канал, нажимать колокольчик, чтобы не пропускать новые свежие выпуски и быть в курсе всех самых важных событий. Делитесь своим мнением в комментариях. И совсем скоро мы с вами снова увидимся. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!